МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угадайте, какая? А мы пока расскажем тему выпуска. Привет из Эртека. Юные журналисты Чуваши побывали в самом лучшем лагере страны. Сетикет и интикет. Что это за слова такие? Великая дата 550. Сколько волонтеров будет помогать организовывать юбилей столицы? Чебоксары живут подготовкой ко дню города. Юбилей мы будем отмечать целую неделю с 18 по 25 августа. Что еще известно? То, что радует чебоксарцев своим творчеством будет хор турецкого, прилетит пилотаж на группу стрижи, а еще ночное небо украсит яркое мультимедийное шоу. Чтобы праздник прошел организованно, на улице города будут сотни помощников. Волонтером можно стать с 14 лет. И даже сейчас еще не поздно подать заявку и гордо носить специальную форму. Кто волонтер? Я волонтер! Волонтер – это добровольный помощник. Эти люди бесплатно работают в детских домах, ищут пропавших, спасают животных, обеспечивают порядок на мероприятиях. Как раз сейчас можно попасть в команду, которая будет организовывать юбилей столицы. Для этого нужно прийти на собеседование в волонтерский центр Дон детского творчества. Второй вариант – оформить онлайн-заявку. Между прочим, в команде уже 400 человек, и вы поторопитесь. А как у вас с английским языком? Ну, я считаю, что он может быть в среднем. В прошлом году сдавал экзамен, и я сдавал на 5-м году. На самом деле, хорошо знать английский не обязательно. Важно быть ответственным, общительным и смелым. Ведь волонтерам предстоит проводить экскурсии, встречать и провожать гостей, участвовать в праздничном концерте. Мне всего 14. Как я могу помочь своему любимому городу? Именно сейчас мы набираем команду медиа-волонтеров, именно тех ребят, которые будут помогать в освещении всех мероприятий, будут рассказывать как в социальных сетях, так и снимать ролики, писать новости о волонтерах, о тех мероприятиях, где принимают активное участие наши волонтеры, и как раз и будут освещать молодежные мероприятия. Мы тебя приглашаем в команду наших медиа-волонтеров. Конечно, все новички проходят обучение, ими руководят тим-лидеры, опытные волонтеры. Настя, мы рады видеть тебя в команде Чебоксеры 550 и вручаем личную книжку волонтерам. А также у наших волонтеров есть своя униформа. Тим-лидеры ходят в синеньких футболочках, а наши волонтеры, которые будут помогать в организации мероприятий, у нас носят белые футболочки. Ну вот, я теперь столько полезного сделаю. Вы замечали, что стоит совершить доброе дело, и сердце наполняется теплом. Возможно, в этом секрет волонтерства. Я пришла в волонтерство, потому что я захотела стать частью истории нашего города, прикоснуться к масштабным мероприятиям, посвященным 550-летию нашего города Чебоксары. А также меня привлекает здесь личностный рост, новые знакомства и возможности посещения. Тима у волонтера – это открытая ладонь. Он знаком каждому добровольцу в любой точке мира. В России даже есть такая фраза – дай пятеру волонтеру. Это означает, что надо раскрыть свою ладонь, свои пять пальцев и, конечно же, свое сердце. Настя Анисимова, Борис Андреев, Акилбупсер. Наши друзья, юные журналисты Чебаши, вернулись из лучшего детского лагеря страны. Ребята выиграли конкурс и получили право снимать репортажи про самые яркие события Артека. А их там всегда очень-очень много. В июле там проходит кинофестиваль «Алые паруса», причем уже 27-й раз. Чтобы передать свои знания и чтобы показать фильмы, снятые для детей, в Артек приезжают немитые актеры и режиссеры. Артек – город детства. Здесь взрослые превращаются в детей. И вот вам доказательства. Нет, только нет. Журналисты должны работать в любой ситуации. Но я даже плавать не умею. Вот и научишься. Сегодня в Артеке проходит «Аквашоу». Звезды кино и телевидение соревнуются с ребятами в эстафетах. Плавают на скорость, веселятся и дурачатся. Егор! А где и как учатся плавать реальные пацаны? Сначала по собачьей, я помню. Вот это вот, когда на гребёж. Все страхи в голове. На мой взгляд, нужно просто смело начать окунаться в воду. Значит, болтать. Пошли побеждать. Шоу началось. Полный. Приготовились участники. Вперёд! Я себя чувствую очень большой русалкой, которая давно не плавала в море. Я болею за актёров, потому что там есть мои многие любимые актёры, которые мне нравятся. Например, Аристарх Венус. Вперёд! Вперёд! Можно я вам помогу? А я болею за вожатых. Дорогой Нептун, вы хотели веселья. Вы счастливы? Конечно, я очень счастлив. Меня очень забавляют дети, меня очень забавляют вожатые, наши гости дорогие. В принципе, настроение поднимается с каждой секундой. Отдачу артовый, полный. Вперёд! А если я вам, например, дам конфеты, вы добавите баллов артековцам? Я и без конфет добавлю. Актёров оштрафуем за что-нибудь, и всё. Всё? Аква-шоу – это гонки на крокодилах, черепахах, лодках, спасательных кругах и даже сказка-импровизация. Меня бросили четыре года в воду с лодки. Я стал бороться и научился плавать. Под водой можно увидеть рыбок, можно увидеть крабов, можно увидеть медуз. А сокровища вы находили? К сожалению, нет. Обычно я терял чего-то в воде. На первое место могла претендовать команда актёров, но с их стороны были возле созданной судьи. Намыло. Это кричал Никас. Будем считать, что команда почётно занимает второе место. В ожесточённой битве победили артековцы. Мы вас поздравляем. Ну а теперь осталось только научить Егора плавать. Даша! В Чебоксарах появился оркестр на колёсах. Дело в том, что музыкантам детского духового оркестра «Виват» и старой музыкальной школы подарили микроавтобус. Теперь ребята могут путешествовать по разным городам с концертами. Раньше перевозить огромные инструменты, например, барабанные тубы, было очень тяжело. Так хочется, чтобы чебоксарские музыканты добрались и до Артека. Ведь летом там проходит фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья». Лучшие детские духовые оркестры России собираются вместе, обмениваются опытом, учатся у знаменитых музыкантов и даже выступают на главной площади города Ялта. И наши корреспонденты тоже там побывали. Ялта – город, пропитанный музыкой. Здесь пел Фёдор Шаляпин. Великий композитор Сергей Рахманинов сочинил здесь первую пьесу. А сегодня на главной площади Ялты выступают лучшие детские духовые оркестры России. Наш оркестр посёлка Бавлена открывает парад, потому что мы достойны этого. Мы долго готовились и работали для этого. Вот так торжественно и ярко началась акция по главной улице с оркестром. Сотни артековцев удивляли местных жителей и туристов своим творчеством. Движение всё, конечно же, труднее делается. И всё происходит благодаря дирижёру и складности коллектива. К необычному празднику музыканты готовились полгода. Участники фестиваля «Серебряные трубы Черноморья» учили партии в своих городах. И, собравшись в Артеке, репетировали вместе. Протяжённость набережной около тысячи метров. Но музыканты прошли их не сразу. Делали остановки, чтобы играть для новых зрителей. Наш сын играет в духовом оркестре «Академия». Мы приехали из города Кургана. Ехали мы три с половиной тысячи километров, чтобы посмотреть их выступления. Это большое счастье. Но для большинства зрителей этот парад стал большим сюрпризом. Подарком ко Дню молодёжи. Мы местные жители. Очень были удивлены, потому что такого ещё в нашем городе я не припомню. Очень масштабное, красивое событие. Надеемся, что такие события будут происходить в нашем городе как можно чаще. Я никогда не видел столько музыкантов. Я хотела бы тоже играть на трубе. Пока наша съёмочная группа бегала в поисках героев для интервью, мы не успели заметить знаменитый памятник даме с собачкой. Интересно, а успевали ли музыканты смотреть по сторонам? Когда играешь в таком масштабном оркестре, в принципе, больше концентрируешься на музыке, чем на красоте. Но сейчас есть прекрасная возможность посладиться морем и горами, которые просто необычные красоты. Сегодня было очень тяжёлое выступление. Играли номера, которые самые сложные. Где перекиды, можно потерять палку. Где надо снимать барабаны, а он может у тебя застрять, и ты его не сможешь вынуть. Было очень тяжело, но мы справились. Всем огромное спасибо. Все, кто был в этот вечер на набережной, прониклись атмосферой Артека. Получили заряд добра, позитива, детства. А тем временем в «Чевашей» прошёл 10-й фестиваль вожатского творчества. Те, кто хоть раз отдыхал в лагере, знают, если твой отряд возглавляет классный вожатый, то и отдых будет что надо. А какой он? Классный вожатый. Весёлый, энергичный. Он знает много игр. Может зайти сейчас в танец ими поставить. Или модное платье из газет склеить. Так вот, самые творческие вожатые работают в лагере «Волна». Второе место на фестивале занял лагерь «Белые камни». А третье – «Звёздный». Теперь понятно, куда путёвки покупать надо. Хорошую новость подсказал интернет. Что бы мы без него делали? Он сейчас главный помощник во всём. Ребята, если вы так же, как и мы, много времени проводите в сети, то самое время обратить внимание на не-тикет. Остановись! Отправлять такие сообщения нельзя! Ты ещё кто такая? Я – фея. Слежу за тем, чтобы люди общались в интернете вежливо и грамотно. Слежу за правилом этикета в интернете. И вот мой первый совет. Всегда пиши посты и сообщения грамотно, чтобы люди относились к тебе с уважением. А потеряешь грамотность, что в школе делать будешь? Прямо какой-то урок не-тикета. Но ведь сейчас же каникулы, пожалей меня. Так ведь урок у нас с тобой необычный. Именно летом дети проводят больше времени в сети. А не будешь меня слушать – забаню, заблокирую навсегда. Ни одного сообщения отправить не сможешь. Записываю. Помни, когда пишешь сообщения, ты общаешься с реальным человеком. Благодарить и прощаться принято везде. И в интернете тоже. Некоторые люди, прячась за аватарками, начинают оскорблять других. А потом удивляются, что у них компьютеры ломаются. А хотя бы смайлики отправлять можно? Если общаешься с друзьями, то конечно. А вот если ведешь важные переговоры, ну, например, с учителем, то не рекомендую. Так, что еще мне надо знать? Не капси, то есть не пиши слова большими буквами. В интернете это расценивают как агрессию. Да и текст сразу плохо читается. И еще, не надо ставить кучу вопросительных или восклицательных знаков. Многим это не нравится. А вот мне не нравится долго ждать сообщения от подруги. Отправляю, вижу, что прочитала, молчит. А ты сидишь и ждешь у моря погоды. Разные ситуации бывают. Ты же не знаешь, чем занята твоя подруга. Вообще, плохим-то он нам считается оставлять сообщения неотвеченным больше, чем на сутки. Запасись терпением. А вот в беседе одноклассников у нас все наоборот. Отойдешь на минуточку, а там уже 30 непрочитанных сообщений. Если эти сообщения не несут полезной информации, я называю их флудом. От английского слова флуд – наводнение. Часто из-за таких сообщений в чате теряется важная информация. Ребята, если вы хотите поговорить о пустяках, лучше встретьтесь и погуляйте. Слушай, а можно я буду тебя называть феей сетикета? Ты же следишь за правилами поведения в сети? Можно, но мне больше нравится фея сетикета. Ой-ой-ой, мне пора. Нужно заблокировать одного спамера. Он что, всем подряд без спроса рекламу рассылает? Именно. Вот ты вроде бы все правильно говоришь, но такая строгая. Так надо, а иначе откуда взяться в порядку? И напоследок еще один совет. Всегда пиши от души, старайся помогать людям. И не воруй чужие тексты. Следующая новость поступила из Санкт-Петербурга. Социологи этого города выяснили, если ребенок занимается в кружках, то у него повышается уверенность в себе и успеваемость в школе. В исследовании приняли участие 5,5 тысяч ребят. Все они рассказывали о том, как учатся в школе и в каких секциях занимаются. В итоге эксперты сделали вывод. Чтобы добиться больших результатов, стоит ходить в два разных кружка. Почему? Наглядная статистика. У школьников, которые посещают один вид занятий, средняя оценка в школе 4,7. Ученики, которые посещают две разные секции, имеют средний балл 4,14. А ребята, которые не ходят ни в какие кружки, показали результат 3,93. Так что, друзья, пора подумать, в какой кружок записаться в следующем учебном году. Что точно поднимет ваше IQ, так это игра в шахматы. 20 июля, в Международный день шахмат, сыграть партию мог каждый, кто гулял по набережной. Ведь там прошел городской фестиваль шахматы на Волге. Лично я играю в шахматы с самого детства. Мой папа также учил меня с 5 лет играть в шахматы и говорил, что это самая умная игра. А как вы думаете, шахматы заслуженно названы спортом? Ведь не надо бегать и прыгать. Ну, а спорт, он может быть и интеллектуальным. Действительно, сейчас заметили в нашем современном мире киберспорт, как развивается. Оперативная оценка ситуации, смена тактики и моментальная реакция. Вот он, интеллектуальный спорт. Попробуйте еще превратиться в Остапа Бендера и побороться одновременно с несколькими соперниками. Как в романе «12 стульев». А ведь такой герой живет в Чубаксарах. Анатолий Алексеевич Иванов, многократный чемпион Чувашии, провел сеанс одновременной игры на 23 досках. И из всех партий проиграл лишь одну. Вообще, игра в шахматы упоминается во многих фильмах и книгах. В сказке Льюиса Кэрролла «Алиса за зеркалье» была сыграна грандиозная шахматная партия с большими фигурами. Лично проверила. Такими можно даже руки накачать. А какая ваша любимая фигура в шахматах? Ну, конечно, королева. Ферс, ферс. Играть в шахматы на берегу Волги – прекрасное занятие для выходного дня. Тем более, когда вокруг себя танцуют шахматные фигуры. А за правильные ответы шахматной викторины раздают подарки. Знакомьтесь, Максим, один из призеров фестиваля. Там надо было назвать всех чемпионов мира по вопросам. Допустим, этот чемпион мира обыграл такого чемпиона мира. То есть, кто больше всего отвечает, тот получает приз. Ты прям знаешь всех-всех чемпионов мира? Ну, многих знаю, конечно. Ну, всех знаю, конечно. Я по порядку тяжело сейчас назвать. На фестиваль даже пригласили психолога. И взрослые дети могли узнать, чем отличаются шахматы от обычных компьютерных стрелялок. И как эта игра влияет на наш мозг. Шахматы – это очень интересная, увлекательная игра, которая развивает в нас логическое мышление, которая развивает в нас интерес к познанию мира, интерес к обучению. Шахматы помогают нам быстрее и легче решать сложные математические задачи. Шахматы помогают нам в обучении. Фестиваль шахматы на Волге прошел в Чебоксарах впервые. И теперь будет ежегодным. Классная идея. Ксения Серова, Семен Степанов, Акелбупсер. Фестиваль роботов. Выставка кошек. Для тех, кто проводит каникулы в Чебоксарах, полным-полно развлечений. Так, 28 июля в парке Николаева пройдет праздник воды. Еще советуем заглянуть за уголок Ковчег. Ведь там подрастает олененок, который родился в Чебоксарском зоопарке. Краснокнижное животное, олень-морал, очень редко размножается в неволе. Поэтому для Ковчега это важное и большое событие. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Делитесь с нами новостями. Мы всегда рады посетить классные мероприятия. Или рассказать о хороших людях. До новых встреч в национальном телевидении, Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова